Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я расскажу вам о семейном адвокате и его преимуществе перед другими вашими помощниками, которых вы зачастую привлекаете для решения юридических вопросов. Именно семейного адвоката не хватает многим из вас. В нем уже давно назрела необходимость. В большинстве передовых стран мира без адвоката не происходит ни одна деловая встреча, ни одна сделка, вплоть до мелких бытовых. К адвокату как к страховому агенту приучают с детства. Это стало неотъемлемым элементом правовой культуры общества. У нас в стране пока многие не понимают, не осознают его надобность для себя, для семьи. Отсутствие у вас адвоката говорит о вашей юридической незащищенности. В чем она заключается? Строится правовое государство, принимается много законов и подзаконных актов. Они паутиной опутывают нас и порой поддавливают. Мы этого не замечаем до поры до времени, но всегда наступает период в жизни каждого человека, когда нужен совет адвоката. Тут оказывается, что его нет. Толкового адвоката нет. И это неудивительно. Поиск адвоката, его выбор – это задача не из легких. Найти своего адвоката так же сложно, как найти друга. Ведь адвокаты разные от квалификации до внешности. А так как взаимоотношения с адвокатом – это не только доверие, но и симпатии, то можно пообщаться с многими адвокатами и остаться неудовлетворенным от оказанной юридической услуги. У любого из нас сформирован образ адвоката по фильмам, представлениям. И вы этот образ невольно переносите на конкретного адвоката человека. И он может отвечать вашим представлениям об успешном адвокате, может нет. А всем нужен адвокат победы. Мне зачастую приходится слышать о коллегах положительные, одобрительные отзывы. Но иногда приходится сталкиваться с нотками недовольства или недоумения. Порой доверители отказываются от услуг адвоката по разным причинам. Адвокат непонятно говорит, хотя он грамотно и толково объяснял. Или адвокат неубедительно говорит. Или адвокат женщина вызывает недоверие. Или адвокат пожилой, может уже ничего не знает. Хотя странно, молодой адвокат еще неопытен, а пожилой адвокат получается уже неопытен. Хотя очевидно, что возраст это не показатель непрофессионализма. Или адвокат просто не нравится. Или у адвоката офис не солидный, машина старая. Или адвокат не похож на адвоката. Что тут возразишь? Не похож на адвоката и все. Иначе говоря, существует множество факторов, влияющих на установление конфиденциальных длительных отношений между адвокатом и доверителем. Получается, что адвокатов много, а найти себе друга адвоката, делового партнера сложно. И поиск продолжается неделями, месяцами. Кто-то вообще не ищет адвоката, не видит в этом необходимости. Но поверьте, это до поры до времени. Если же вы нашли своего адвоката, то это большой успех. Такой адвокат становится семейным адвокатом. Как близкий родственник. К нему постоянно обращаются все члены семьи, их родственники. Его рекомендуют друзьям и знакомым. Но не путайте адвокатов с юристами. Юрист это только образование, диплом. Адвокат – профессия. Практик адвокат, особенно хорошо знающий процессуальное право, как гладиаторское копье, заточенное на победу и результат. Поэтому опыт и самообразование в профессии адвоката влияет в конечном итоге на его квалификацию и мастерство. В адвокатской палате происходит профессиональный отбор и требования к кандидатам и юристам становятся с каждым годом строже и строже. Далеко не все желающие юристы становятся адвокатами. Поэтому юристов намного больше, чем адвокатов. У некоторых юристов вообще сомнительное образование. Я встречал дипломы юрист-бухгалтер, юрист-экономист, правовед среднего образования, юрист-юрист-консульт. В 90-е и 2000-е годы стали появляться выпускники филиалов известных российских вузов, открытых в городе. Обучение было наспех, экстерном, в форме письменного тестирования. Это такая дискредитация и нивелирование фундаментального образования, когда выпускники получали дипломы при полном отсутствии на выходе юридического мышления. Это и понятно. Они учились на арендованных площадях, без библиотек, без кафедр, не видели в глаза живого профессора, не слушали лекций. К ним приходили с учебником молодые преподаватели по часовике. Они не пропитались духом высшей школы. От таких горе-студентов требовалось одно – вовремя перечислить деньги за допуск к экзамену и получить свою оценку. Мне приходилось слышать на вопрос об образовании человека, что он юрист с неоконченным бакалавриатом. Разумеется, практики у таких юристов очень мало. Или ее вообще нет. Что и отличает их прежде всего от адвокатов, у которых она есть. Многие адвокаты через ежедневное решение серьезных вопросов, проблем, доверителей профессионально расцветают. Не сразу. На это уходят порой долгие годы. Не путайте адвокатов с юрисконсультом. Это узкопрофильные юристы, выполняющие свою зачастую однообразную работу на конкретном предприятии. Они хорошо знают производственные проблемы, но, как правило, не имеют достаточного опыта для профессионального решения гражданских споров, конкретных проблем граждан. Юристы сетевых организаций, отдельных коммерческих организаций. Сюда можно отнести юристов государственных органов. Не путайте адвокатов с преподавателями, которые в своей массе хорошо знают теорию права, многоречиво рассуждают, но не применяют закон практически. Помните, вас не должны интересовать многочисленные научные точки зрения на ваш спор. Вам нужно решить его практически. Не путайте адвокатов с самоучками, правозащитниками, коллекторами, серьезными людьми, толковыми мужиками и так далее, которые якобы знают все законы. На самом деле знания их поверхностные, порой примитивные. Такие самоучки без знания правового инструментария с легкостью берутся за судебные споры и закономерно их проигрывают. А проиграв его, тут же находят объяснение этому, перечень объяснений банальный. Парадокс в том, что чем глупее представитель самоучка, тем он уверенней берется со сложное дело. В судебном заседании они как грустные клоуны, серьезным возмущенным видом и безграмотными ходатайствами совершают процессуальную ошибку за ошибкой. Не только небрежное составление документов, но и само присутствие такого самоучки на суде вредит интересам доверителя. Потом, проиграв дело, люди начинают спешно искать адвоката, чтобы как-то исправить плачевную ситуацию. Но уже ничего нельзя сделать. Решение вступило в законную силу, чернила высохли, спор окончательно проигран. Не путайте адвокатов с решалами. Раньше у доверителя был сложный выбор. Один представитель знал закон, другой судью. Кого выбрать? Это в прошлом. Сейчас право усложнилось настолько, что грамотного адвоката не заменит ни один прохиндей. Любой спор все равно нужно решать юридически. Грамотно составить иск, убедительно обосновать его судье, аргументированно выступить в суде. Если же вы захотели довериться такому прохиндею, это ваше право. Но итог, как правило, плачевный. Нужно различать внутри самой адвокатской палаты адвокатов по специализации. Адвокаты по гражданским делам, корпоративные адвокаты, арбитражные адвокаты, даже адвокаты по уголовным делам имеют разную квалификацию и порой специализацию. По налоговым делам, по таможенным, наркотикам, ДТП, воинским преступлениям. Все как у врачей. Педиатр, хирург, окулист, томатолог, кардиолог и так далее. Встречаются адвокаты широкого профиля без специализации. Знакомьтесь с адвокатами, общайтесь с ними, интересуйтесь их практикой. И в какой-то момент вы встретите своего адвоката. И как только вы его встретите, найдете, то поймете, сколько у вас нерешенных, запущенных проблем. От серьезных до мелких бытовых. Исходите из того, что юридические вопросы у вас возникают всегда. Только спросить не у кого. Но вдруг возникает проблема. Неожиданно. Человек начинает спешно искать адвоката и не находит его. Или находит, но потом отказывается по каким-либо причинам от адвоката. Вместо того, чтобы сразу заняться решением проблемы, люди неделями колесят по городу в поиске очередного успешного адвоката. Пускают время, порой проигрывают спор. Поэтому мой профессиональный совет вам. Не теряйте времени. Озадачьтесь прямо сейчас вопросом, где ваш семейный адвокат. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»